У нас международная штука за игра, судя по всему. Чайфов у тебя. А, думала, у них респауны помогают. Чайфов не так. Я наблюдаю вообще за Тибелом, который под шумок и разборки, пока его команда просто овнет в стех. Залез на тубу, но, к сожалению, она еще не лезла. А он еще подобрал. Да-да-да. Нико разобрался в Соляново, как называется. Красавчик. Несамая респа выявила. Титэнер не застрелит его Геренкой. Пока что качели у нас за контроль карты, как и по счету. В принципе, игра довольно равная. Не везет пока что Володе. Надо ему встать на карту. Да, не дают резнуться. Ладно, посмотрим на карту. Ничего, бывает такое. Бывает такое. Мне кажется, он свои 70 фрагов тут еще не стреляет. Ты за три карты в смысле? Элиза, да, подожди. Если бы ты была его женой, ты бы, мне кажется, получила Расководка же. Да-да-да-да-да. Надеюсь, что не за три карты. Я забыла, каково это вообще играть в ДМ. Блин, кардеч очень хороший фраг не сделал. Я забыла, каково играть в ДМ, сколько фрагов делать. Я привыкла, что Элил, когда играет в СХС, с одного выстрела 300 фрагов. Глобальная элита, вот. Ну, как бы членник всему в этом помогает, насколько мне известно. Да-да-да, он уже знаменит, собирался из Казахстана. Ладно, не будем об этом. На всякий случай. Накаркаем еще. Да. Окей, а чейпов у тебя сейчас? Карнейдж? Карнейдж. Смотрю пока он осторожно, так, по низу овер, овнет. На венишках. Да, его, кстати, стиль игры, он тем и примечателен. Он является суппортом, я бы сказал, да, тем, что он постоянно находится не на передовой, да, то есть не ломится на РПГ, а вот где-то всегда в подвальчике, в пятерочке, где-то на пятачке, извиняюсь. На пятачке, да. Да-да-да, где-то в спаме стоит и убивает тебя на респах. Заметьте, у него было 12 хп. Да. Ой, он отлично сыграл, да. Падал спать на трубу. Ну ладно. А, нет, он все-таки ведет огонь на поражение гранатками. Я думал, он хочет ее сбить. Так, у меня от Триппа донат пролетел. Просто спасибо. Не может быть. Да, невероятно. Спасибо, Трипп. Спасибо. Это донат на фронштейн для микрофона или для бассейна. Вопрос. Ладно, я шучу. Давай переключимся пока, да. На кого? Давайте за синих посмотрим. Кого включим? Сентри, он с трубой. Где Зава? Давай, Зава. Где? Он сейчас подперед. Вот как раз у него сейчас возможность сделать много фрагов. Оп. Видит своего. Чекает везде. Смотрит. Поднимает стол. Отвечает себе. Проход. Отлично. По таймингу подошел. Приятно так прийти, да? Получает дэмидж. Четыре хп. К нему поднимаем. Видел, видел таранами. Может здесь немножко подкемпить. Нет, даже не будет кемпить. Ему помогает Плюмбус. Что ж, немножко отходит. У него кончилось РПГ. Идет, отстреливается и квас все-таки находит. Находит Визашу. Впрочем, его это не особо останавливает. Он неплохой урон нанес. Как гранаты. Насколько мне известно, пока что контроль РПГ все равно остается за синими. Тимплей нарашит. Но сложно без оружия, конечно. Одного разменял. Уже хорошо. Опа. Труба с ресурсом. Что ж ты? Не справляется. Потерялся. Слишком близко противник был. Угу. Квас. В зону комфорта вошел, так скажем. В личное пространство. И потом срочно ничего не взял. Сам себя надамажил. И вообще, если бы то у него было. Тем временем отрыв у нас 10 фрагов. Но пока что не прошло еще и 5 минут игры. Все еще не стабильно. Некоторые игроки еще не нашли свое место на карте. Возможно, кто-то из них еще не разыгрался. Он второй раз уже. Ой, хороший Сашка. Молодец. Просто реснулся с трубой. Минус два сделал. Вам так слабо, ребята. Вот это вот. РПД мотайте себя на ус. Монтировка как мили? Нет. Да, да. Там еще сверху прошу монт. Съел Default Weapon RPG. Как он монцует. И опять находит РПГ. И баклажанчик ему еще кинул перед уходом. Смертечка. Вот нас. Хилимся, живем. Здорово, здорово, здорово. Все, пол какой остановил. Или еще. Угу. Интересно было бы послушать, вот, кстати, как они инфу дают. Сказал ли он, что он, например, типа, отходит лечиться? Или у них это все, ты думаешь, на таком ментальном уровне взаимодействия? intonяк. Аэ? Вот это Триксы. Ничего себе. Я думаю, что Саша, они там точно друг к другу все докладывают, раз уж они такое делают, ну типа.. Вот и ответ на мой вопрос, действительно, да-да-да, это было чертовски зрелишно. Думаю, что хайлайтики после этого стрима тоже будут отменные. Да. Шриф говорит, что это его школа. Я, честно говоря, не раз так и делала. Типа, мы максимум подлетали с шаров на столе, и раньше, когда была возможность, не скрываешь в текстуре и подлетаешь на неизвестное количество наверх. Сейчас так уже сделать нельзя, но вот такую фишку я вижу первый раз, и столько лет и прыгну. Есть такая девушка тоже, Эйдена Американка, и вот мы как-то стрипом сидели. Вот знаменитый этот Overwatch в 4 часа утра, и вот мы сидим и занимаемся вот этим. Есть команда CL Show Boss, которая показывает идеальную точную позицию на карте, прям точно градус. И вот мы вымеряли, под каким углом нужно стрелять вот эти стрелы, чтобы у тебя был больший шанс срабатывания. А они сделали это просто вот так. Он просто подбежал, знаешь, в последний вагон прыгнул и сделал минус 2. То есть, как бы нерды сидят, что-то там делают, да, Язава просто врывается и наказывает. Ну что, давай посмотрим за кого-нибудь другого, потому что он уже свой хайлайт получил пока что. Нужно все-таки, наверное, посвятить все. Давай класс. У него уже, ну, после там 6 с половиной минут должна была найтись, да, как бы ниша в этом матче. Пока что бросает, бросается физика. Ну, он не должен быть в позиции против троминга, просто. Кстати, заметь, что его ник дебафт, да, ты как дотер должна понимать, что это значит, ну, типа проклятый, да, дебафнутый. Потому что у него, кстати, Эвел мне сказал, что у него была слома... Великолепный хэдшот. Ты видела? Просто в щель, что называется, да. Без смазки пропихнул туда, в голову. Это превосходно. Вот, короче, у него туннельный синдром из-за того, что он работал, типа, машинистом, каким-то печат... Не знаю, как это сказать. Тайпист, короче. Он печатал очень много на клавиатуре, играл в LODM, и у него развился туннельный синдром. И вот теперь он не может долго играть. И вообще, главное хобби LODM до него отходит на второй план теперь. Но спасибо ему за то, что нашел вот время поиграть. Он сейчас понял все и зареспектовал нас. Вот так. Ну, хочу вас сказать, а он сейчас не работает? Насколько я знаю, он где-то работает, но у меня нет инфы, является ли он наборчиком текста. Как ты видела, он поставил. Да, очень хорошо. Просто... Еще третий дал. Да, да, да. Он именно попал, не добил, к сожалению, но это было очень так с твердой рукой, жестко. Так, тем временем, счет у нас увеличивается для обеих команд, но разрыв остается прежним. То есть, буквально там минуты 3-4 назад мы об этом говорили, да, и разрыв так же и был. 10 фрагов, теперь он стал 8, пока я это все говорил. Красная команда как бы занимает второй этаж, посмотрим, чем синяя команда может удивить. Ну что, давай за центре посмотрим, какой у нас легендарный. Может быть, он нам что-то и покажет. Так, находится в магазинчике. Так, они... Что-то какие-то еще фишки, там кто-то подлетает. У них есть несколько способов, они решили все опробовать, чтобы наверху вверх прыгать, потому что там класс сидит, как раз так и смотрит за теми, кто прыгает наверх. Смотри, смотри, смотри. Да, 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 вижу. Ну, польеет. Не повезло. Но попытка была просто великолепная, Леха, красавчик. Пробуй еще, пробуй еще. Так, ну, в принципе, неплохой у него респ, спокойненький, сам он чекает, подсколки видит, что их нет. Не отходит, к сожалению, никаких энеми, но должны иметь понимание за то, где они прячутся. Эвил убивает на трубе Плюмбуса. Гранатка. Да, гранатка. Да, да, но видимо бы там нету, видимо, не было. А, нет. Эвил как раз да, да, подошел и... Идеальное преступление. Так, а где Минки? Где Минки по Лазовету Спарту? Одну только видел, взять и был. Надеюсь, увидим еще. Здесь Минки еще играть. Хорошая реакция. Он его слышал? Нет, он знал, его толкнул кто-то там по жопе физикой и убежал назад, потому что, ну, с физикой у тебя только одна попытка, если ты с респа, да? Вот, но он сентрина опыта взял и не отпустил. Его, конечно, разменяли, что не очень хорошо, но все равно, как бы, особенно, я так понимаю, ломиться не было на трубу, потому что контроль второго и третьего этажа был все равно за красными. Ой, прикольно было песен, она заблокировала снаряд. Это было бы вот такой, next level kung fu, что называется. Оп, превосходный салют от Санта. Нужна петь, я буду купать тут. Можешь спеть ее, но это за донаты, ребят. Нет, я не люблю ее, она просто, ну, мем-позвонку, мы все сами его эмугенируем по себе. Слушай, Лера, за деньги люди еще не такое делают. За деньги, да. Да, вот это. Да, деньги, да. Окей, разрыв у нас, ну, примерно держится в этом же ренже. Санта заходит на третий этаж, пока что не имеется у него в наличии труба. Да, он дерется. Окей, он дерется, наносит урон и должен, в принципе, выигрывать этот файт, но Эвил, к сожалению, или к счастью, в общем, Эвил по факту его переиграл. Так, давай я заявила на свою игру и прекрасно на него в этот момент. Потому что начало он сложно, если вспомнить, что он сейчас, но бывает. Угу, ничего страшного, бывает, это первая карта, да, нужно почувствовать оппонентов, тем более, что такие серьезные матчи, на что я знаю, именно игра на твою, может действительно быть. Не отвечай, я и так знаю, ну, кстати, они их догоняют, замечательно. Я бы так сказал, что когда все это было подготовительной стадии, все рофлили, что блин, это оверхотч, и вот так страшили, а посмотри, как они играют, 85-75, и отрыв по-прежнему сокращается, несмотря на то, что кваза нужно откровенно керить здесь, к сожалению, он пока что не нашел себе в этой катке. Вообще для меня это очень удивительно, что с детских лет играет вот эту карту, типа, ладно, выбирают кавы, странно, что не выбирают как минимум. Поем песню. Airfusion, а тебе? Блин, спасибо большое за гональ. Да, Airfusion, было бы классно вообще посмотреть, как играют и прочее. Выбирают Overwatch, но и хорошо не двигаются, мне сказали, потому что нет каких-то запутался раньше, типа, бегают, непонятно, неслаженно, и просто кто-то занимает лидирующую позицию, и все, и сидит весь день на турбе. Да, тоже благодарен ребятам за то, что показывают красивую игру. Сказав это, да, Airfusion ударил себя подстволкой, ничего бывает, не расстраиваемся. Это удивительно, вот я такую возьму контрпозицию, потому что я сам Overwatch не люблю, я в принципе здесь на твоей стороне. О, опять Airfusion рестался с трубой, да, что, то есть не опять, а, ну, вы поняли, снова кто-то неудивительно, что такие олдовые игроки играют именно эту карту, потому что, ну, для них это что-то такое домашнее, знакомое, и в то же время карта-то непростая. Мало то, что не вертикальный геймплей, что называется, да, это вот, ну, резидент, зета там, да, так еще и здесь надо, да, 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 совершенно верно, то есть такой king of the hill, да, но, вот, плюмбус отлично поставил хэдшот, да, так вот, она еще и сама по себе не простая, она отличается тем, что вот здесь мало аптечек, да, если ты лоу хп, то, в принципе, легко предугадать, куда ты пойдешь там отжираться, если ты не пойдешь отжираться, ты будешь дольше бежать наверх, и то есть энерминис и спа может занять позицию уже наверху, то есть это карта, которую нужно очень чувствовать, вот, на мой взгляд, поэтому я вот ее лично не подпочитаю, но объективно карта хорошая, и ремейк, который сделал левел, исправил много багов, которые существовали в классе на этой версии, в общем, я бы сказал, что сама по себе карта хорошая, но геймплей здесь не подпочитает. Слушай, они очень близко сейчас идут. 98, 92, остается у нас 6 минут. Да. Да, сейчас пойдет забирать. Пойдет. Или у нас вступит в союзнику. 2 хп. по крайней мере, заденайл трубу. Сейчас есть инфа, что... У него есть поднятия. Ладно, кого мы еще не посмотрели? Пламеда? Плюмбуса. Да, да, да. Я его учила. Как раз он поднимается наверх. Демонстрирует. При восходах попрыжка долетел эту трубу. Вот вы как можете, если можете эту трубу попрыжкать, значит, вы почти так же хороши, как Пламеда. Красавчика. Да, вы красавчик. Сейчас будет снизу секрировать. Угу. Дерево прострелил немножко, ничего страшного. Оп, вот, снова, снова РПГ. Нет, это шутган. А, это был шутганчик, да. Ладно. Все равно приятная плюшка такая с неба. Мана небесная, так сказать. Да, но она достала своего союзника. Разрыв всего шесть фрагов и у нас остается до пять минут. Медленным шаром там вайн-карнейджи, которого кто-то наказал. Он стоял в углу и Пламбит решил его просто уничтожить окончательно. Мне кажется, что всех, короче, преследует игроков проклятие стримера. Чаипов мы не рубаем, они начинают сливать сразу. Мы можем таким образом влиять на исход матча. Что скажешь? Принимаем ваши донаты. Кому зарываете. Да, кому зарываете. Сначала давай открываем ставки на каком-нибудь сайте, можно делать ставки и заговорить название. Мне за это не платят. Да, пока что еще. Да, если вы владеете таким сайтом, пожалуйста, влс. Да, а пока мой агент, собственно. Вот. Я агент смен. В общем, да, надо делать, короче... Нет, я агент габена. Я агент габена. Извините, я серьезный человек. Надо, короче, делать ставки, ребята представляются, а потом пласят мне на донатер, чтобы, точнее, на стриме с донатами, чтобы я портила иглу в склеках. Превосходная стратегия. При этом, вы видите, мои руки, они абсолютно свободны, то есть, рыбий... Рейбий... будет, да. Сначала она будет пить и че на сеть, а потом кто-нибудь зальет на YouTube. Да, не кто-нибудь, а кое-кто. Это наш дружище Unslight. Кстати, передаем ему дикий респект за то, что есть под что пообедать. Вот так, включаешь, как реверс орет на Overwatch и как-то уже аппетит поднимается, правда? Слушай, я что-то не помню таких приколов. Я тебе скину под то. Это, кстати, тоже карта Overwatch. Мы сегодня с Язавой прям пересматривали легендарную эту игру. Мне кажется, что ты станешь после просмотра этой запись жить лет на 5 дольше. Да? Да, да. Превосходные два хатшота от Пламета. Ну, два килла из Магнума. И третий, третий. А, почти хайлайт. У него мало попадет. Сколько вот у него? Все-таки... Подожди, я сейчас тайгу у него 47. Ну да, из Магнума он не попал по нему. И он против двоих дрался, но по нему тоже не попали. Но оказывается, что все-таки плюмбусом можно убить из крови пушки. Ходили легенды, что это невозможно. Это как... Ну, я не знаю, как делить на ноль. Нельзя просто. Законом запрещено. Вселенная схлопнется. Это будет полный коллапс, роза. Какие из... Это отсылка к роза-роба. То есть, не то, чтобы я забыл, как тебя зовут. Было бы удивительно, чтобы ты забыл, как меня зовут и вдруг называл бы меня розой. Ну, типа, не очевидное имя. Я понимаю, перепуток меня с Лидой. Туда. С Вероникой. Но не сложно. Ну, или, может, я так показательно просто, как будто бы напрашивался на то, чтобы спать на диване. У нас какая-то шведская семья, потому что, ты говоришь, если бы я была замужем за Эвелом, и я бы пришли развестись, да, то бы тоже потом исполнить звание на козер. У нас... Блин, как-то невыгодную позицию себя поставил. Можно переиграть этот диалог? Попытка номер два. Ладно. Чуть позже, чуть позже. У нас тут еще, между прочим, близкий матч, отрыв. Не знаю, возможно, мне кажется, что, в принципе, каждый, если сделает по три фрага, как бы за минуту, это возможно. Поэтому мы пока что не списываем команду красных со счетов. Но, опять-таки, все-таки, это маппик Ника, Пламидо и Сентри. Они эту карту очень любят, прям тренировали. И, ну, квас, мне кажется, еще не разыгрался. Немножко. Тернаич постоянно ее играет на миксах с большим удовольствием. Эвел эту карту вообще сделал. Что ж, говорить правильно? И, ну, переделал. И вот квас немножко у нас подсливает. Хотя, с другой стороны, Сентри, ну, они примерно, то есть, как бы, исполняют одну роль. Якоря. 5 фрагов, 25 секунд. Это возможно. Я такое чудо видел. Что у тебя ПОВ, кстати? Пламя все еще? Пламя все еще. Я полистаю, посмотрю, что там есть прикольного. Так, нужно кого-то из красной. Остается 10 секунд, 6 фрагов. Ну, что можно поздравить. Блин, Эдита Муна не посмотрела. Тут просто Ника Язава налаживает жесткий игроч. Поздравляем синих с победой. Пишем гг. И ожидаем следующую карту, которая будет кавернс. Интересно, они сразу начнут? Ты написала ББ, все, стример ливает, ребят, мало донатите, мало донатите. Все, нормально, все под контролем. Кустик пишет, я их тренил на Орвере. Красава, Кустик. Уф, Саби, как это все? Сейчас будут кавы. Интересно. Кстати, в кавернс тоже ремейк явилась, соответственно. Мне кажется, это все задумано, как про ошен своей работы. Продолжение следует...